Не хочешь переплачивать, следи за тем, как платят за коммуналку соседи. Такой вывод сделали многие СМИ из нового постановления правительства о плате за ЖКУ. На мой взгляд, это нарушает основы гражданского законодательства, вводя некую коллективную ответственность. То есть, например, баба Зина какая-то там не платит, не собирается платить вообще в принципе, а я должен за нее платить. И это получается не проблема, допустим, ТГГ-14 или какой-нибудь энергетической другой компании, это внезапно становится моей проблемой. Но давайте заставим всех людей поставить счетчики. Если не поставили, то мы будем вас таким образом наказывать. Трактовать это иным образом, как издевательство над людьми, мне сложно. Действительно ли нам придется переплачивать за электричество, тепло и воду? За достоверным ответом мы обратились к одному из городских поставщиков благ цивилизации. Изучаем постановление, комментариев пока не дадим. А вот подписчики телеграм-канала весь Улан-Удэ от комментариев не воздержались. Я в таком случае платить не буду, мне и 6 тысяч в месяц кажется много, а тут еще из-за соседских алкашей придется. Делать мне больше нечего. Я тоже тогда платить не буду. Они, видимо, хотят, чтобы соседи убивали друг друга. Однако некоторые эксперты спешат успокоить граждан и объясняют, что изменится на самом деле. Изменения коснутся собственников помещений, в которых есть разбаланс с показаниями приборов учет. Если случился прорыв трубы в подвале и утечет много воды, за это тоже теперь заплатят жильцы. И будут заинтересованы в том, чтобы управляющие компании быстрее устраняли подобные проблемы. Даже сами эксперты называют изменения сложными для понимания. Что уж говорить о простых жителях, далеких от коммуналки. Что, как и кому посчитают, в этом разобраться сейчас действительно непросто. Но точно ясно, что в следующем году многим из нас придут квитанции с требованием за общедомовые услуги. И раскошелиться придется не столько за должников соседей, сколько за так называемые небалансы. Горящие круглые сутки лампочки в подъезде и за плохую работу управляшки, которая долго не чинила прорвавшуюся трубу в подвале. Екатерина Быкова, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.